всем привет дорогие друзья хочу начать обзор большой обзор прививок скелетные ветки уже более-менее взрослое дерево какие нюансы какая растаемость пня в общем это самое старое дерево оно было сантиметр 4 в диаметре ему уже почти 10 лет с момента прививки толгарская красавица груша где-то на 50 сантиметрах от земли я спилил дикую часть и отогнул ветки какие-то отогнул вот вот это под 90 градусов вот так в общем здесь 4 ветки дикие они целый год отрастали и через год весной я на них привил от центральный пень вот там от него еще маленькая часть пенечка не заросшей корой осталось совсем чуть-чуть но он практически затянулся весь вот это все скелетные ветки это все культурное а только штамп вот сантиметров 40 от земли он дикий так пойдем дальше вот это яблоня тоже уже лет 8 точно ей это одна из самых первых прививок сорт северный сина вот это самое замечательное прививка закору но я тут практически закор там в журнале вычитал там немножко вот так треугольное сечение получается ну неважно я это все называю закору вот где-то вот в этом месте вот этим ветки я не трогал это дичка вот цвет вот отличается линия вот уже все заросло идеально никакого пня не осталось сейчас толщина меньше 10 сантиметров но практически 10 а тогда стволик был ну вот наверное вот такой сантиметр 4 честно я уже не помню это единственная которая так получилось остальные я в скелет прививал имеется ввиду вот из вертикальных так чтобы весь пень зарос это единственное дерево дальше буду показывать вот этот делалось три года назад как вымахала метра три с половиной это у меня конференция конференция заказывал чередки я здесь опора обязательно потому что такие вещи ломаются палочка привязана как шина к основному стволу веревочками вот пока вот этот побег привиты был молодой он был привязан к палочке чтоб не отломился вот это где-то три года назад диаметр штамба был около пяти сантиметров сейчас он где-то около семь сантиметров высота где-то полметра очень удобно что зайцы на такую высоту если не очень много снега они не залезут до прививки и также вот дикие ветки оставляю колючие снизу это прививочка здесь двумя черенками было с двух сторон прижился только один и пенечек очень долго будет зарастать я не знаю сколько лет понадобится чтобы пенечек зарос и вот он уже потрескался я садовым варом его замазывал но не обновлял то есть как только вар немножко покрытие слезло начал трескаться это плохо это был не за кору ну практически за кору приклад с седлом у таких старых стволиков довольно толстая кора и очень хорошо вот так разрезал ножом кору и в нее практически был утоплен черенок тоненький ну примерно вот такого диаметра это я повторно уже в следующие годы с этого же ветки срезал этот же сорт и сюда прививал естественно они уже не разовьются такую мощь как бы они будут в отстающих либо вообще вот так останутся в таком положении здесь как бы подгон слева справа дикие яблони ну их частично придется или полностью потом убирать чтобы крона раскрылась иначе нижние ветки их не будет дерево будет все время вверх тянутся а нам надо чтобы плодовые ветки были так пойду дальше вот такую грушу дикую уже проблематично спиливать слишком она уже мощная слишком толстый ствол который слева еще можно это он уже сантиметров семь вот этот сантиметров десять дерево потеряет много корней после обрезки и этот пень скорее всего никогда уже не вырастет надо очень много лет то есть просто жалко это дерево спиливать и вот такое например она уже для прививки довольно старая там у основания уже почти двадцать сантиметров здесь сантиметров двенадцать слишком толстая это надо было делать раньше пусть растет для опыления вот это привитая тоже толгарская красавица груша здесь форма как форме чаши центральный проводник среза и видите пень пень до сих пор не зарос потому что развитие вот это все раз два три четыре ветки скелетные я их прививал в каждую вот та как бы обогнала всех стала лидером а пень остался в стороне если бы вот эта ветка мощнее пошла расти чем-то то она бы затянула со временем пень здесь еще и в сторону отходит то есть она никак не наплывет вот это рано будет постепенно разрушать будет дупло она уже плодоносила вот это дерево она уже ну как бы уже лет 8 9 точно ему может уже и 10 после прививки вот отличная дичка я ее еще я еще не занимался отлично может стать подвоем вон там гнездышко любят птицы вот так в развилках делать там даже вон мои прививочные ленты из пакетов вон они туда подобрали где-то с земли или светок и туда плели к себе в качестве строительного материала таких нес здесь полно короче вот здесь отлично диаметр не больше 7 сантиметров вот это все можно прививать я таким деревьям подхожу обязательно в защитных очках солнечных или каких-то еще из-за колючек вот это все усеяно колючками чтобы не травмироваться нижние ветки я наоборот оставляю острыми чтобы косули зайцы не подходили но иногда это мешает об штанину ноги колет иногда полностью срезаю ну в общем таки с такими дичками можно работать но это хлопотно это очень хлопотно надо много терпения почему она таким кустом вот в центре засохся ветка вот она то есть росло росло по какой-то причине погибло а корень мощный и пошло куститься как бы пошло кустом расти а центральное засохло вот она видно это все от одного корня если обрезать одну то весь корень как бы не погибнет его будут питать остальные здесь работа на несколько лет это все довольно таки хлопотно и сложно но возможно вот это тоже груша сорт мраморной 10 лет ей ни разу не плодоносила и крона вот по сравнению с теми поменьше она не так сильно разрослась за годы также вот на высоте где-то 60 сантиметров от земли вот здесь был пень вот здесь он еще не зарос но он не очень большой а вот эта ветка основная лидер она привитая сортом мраморная вот эта дикую я укоротил не даю и развиваться вот эти дикие с колючками не трогал но они не развиваются потому что есть над ними выше лидер вот а вот это тоже от корня похоже что от этого же пошел волчок может быть дерево подумала что надо новое вырастить крону короче заместить и выгнала волчок я на него привил интересным способом вот это вот окулировка окулировка вот она практически у земли низко низко вот как в питомниках прививают так и я привил вот еще ветка но она уже засохла она лежит на земле вот вот сюда я за окулировал почкой и в этот же черенок сверху то ли в приклад то ли простая окулировка но она видите даже пенечек не зарос вот не зарос потому что вся сила пошла то что ниже окулировка а это уже сухую она развитие не получила и веточка просто засохла я ее не отломил ничего с ней не делал но она сухая а когда-то была живая и перестала развиваться и вот эта окулировка скорее всего общий корень у них вот этот волчок он стремится параллельно с основным вот видите косули как погрызли вот такая низкая прививка ничем не защищена и вот косули зайцы он сильно поранили предыдущие годы уже под почти заросли эти ранки вот в общем оно пошло 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 вот перекрестилось тем стволом и не собирается останавливаться будет вторая крона как бы ну один плодик был такой малюсенький мраморный окраска интересная такая оржавленность как вот у белорусская позднее как у конференции похожий оттенок красивая игрушка была на маленькая одна то есть она вот там где-то на макушке цвела всего один плодик дала ну и вот еще такой же дичок я его во время прозевал не привил сейчас уже рану не стал делать срезать его а просто привил повыше вот этой этой весной сейчас конец марта уже тепло на улице вот еще не просыпались почки просто также в скелет видите вот эта дикая боковая вот эта дикая а здесь просто обрезал не замазал варом если эти пойдут то здесь буду сдерживать или потом спилю вот так ну по большому счету вот это ни на что не влияет это я так люблю прививать по большому счету она и не нужна третий ствол так здесь рядом вот самое интересное только начинается кто досмотрел до этого момента сейчас покажу свою технологию как уменьшить вот этот пень в общем если ветка растет где-то сбоку вот здесь не над пнем она не пень будет очень долго зарастать что я придумал вот рядом дичка растет два ствола у тебя повыше отступил повыше и смотрите здесь не получилось загнуть здесь пенек вот портится вот начал колесом обрастать чуть-чуть прививки получились в боку вот здесь они так и будут в бок а здесь пень будет долго долго зарастать вот пока вот это не утолщится вот а там с той стороны видите я так вот ветки загнул одна на другую они пошли развиваться и вот что получается видите они растут над пнем над пнем и они с собой пень перекрывают вот они вот это с этой уже начало срастаться посередине заплывать и вот это все привитое вот привитое в расщеп вот это в расщеп 2 черенка вставлены вот они вот этот потолще вот этот потоньше вот это все привитое это вот это и пень как таковой видите он перекрыт и дождь будет меньше на него литься как бы будет стекать и через пару лет от меня ничего не останется вот красиво два черенка в расщеп причем ну да такой поперечный был разрез вот они два прижились вот здесь я упустил время привить вать начал с северной части они с южной потому что с южным всегда больше мощнее прирост там кое-что прижилось но надо все заново начинать обнулять прореживать вот но там видно вот эта ветка вот она собой перекрывает пень здесь я просто упустил потому что на все нужно время нужно успевать иначе после обрезки очень мощно все начинает ветвиться вот тоже росла игрушка тоненькая одиночная вот она сухая ветка вот она погибла или пожар был или обкусил кто-то кору обглодал вот и пошло кустом груши расти вот три больших ствола там еще тоненький четвертый густом и вот с такими хорошо работать потому что обрезаешь один и корни не отмирают корни кормят соседние ветки вот это было раньше сделано с южной стороны а это годом позже и вот смотрите у меня получилось вот на примере вот этой здесь пня вы уже не найдете смотрите вот я загинал загинал и вот оно все срослось как будто сваркой все это швы сварные заплавила сварочным таким материалом видите все капитально никакого дупла нет но может быть там чуть-чуть она успела в первые годы подсохнуть древесина но и тем не менее здесь все очень быстро произошло и вот этот пень мы успели быстренько законопатить никакой садовый вар не убережет от разрушения никакая краска вот живая кожа живая кора лучше всего но она не вырастет сама по себе кольцо начнет вот так сужаться но это очень медленный процесс а здесь с помощью гнутья то есть мы обрезали пень начинают вот такие тоненькие молодые побеги со всех сторон ниже место среза по краю прям по торцу среза с краев начинают расти и вот их я весной пока они молоденькие я их вот так отгинал крест-накрест в эту сторону в эту ну достаточно двух трех так загнуть все остальные либо обрезать либо они сами вот видите какие тоненькие не не будут дальше развиваться и все вот так я загнул и потом привил вот сюда вот это культурная вот это культурная вот это культурная вот здесь как видно он загнута такой трубой дугообразный такой вот полюбуйтесь какая красота все вот это то чего я хотел сделать и у меня это все получилось вот этим веткам где-то года три-четыре вот этим прививкам и вот в этом году я вот эти обрезал лишние по большому счету даже если бы вот сюда привил сюда они уже никогда не догонят они просто вот так вот будут торчать бесполезно ну вот единственное вот вот здесь я подальше отрезал и сюда в приклад ну да в боков не в приклад это в боковой зарез боковой зарез но еще пока спят череночки еще не так тепло на улице вот и на соседнем он я по на заплетал много здесь вот я ж не знаю какая конкретно будет утолщаться в целом даже вот с меньшим сечением постепенно если их много все равно все это дело заплывет а пенек здесь довольно приличный сантиметров 6 в диаметре вот это я привил чем я упустил не успел один год видите какие толстые выросли надо обрезал загнул и либо в этот же год например летней прививкой либо на следующий сразу прививать а здесь уже сантиметра 2 диаметр сюда ну в расщеп например очень сложно будет привить чем я вот в этом году обрезал и в боковой зарез сюда сюда вот на тоненький здесь вот тоже по диаметру улучшенной копулировочкой на но повыше получилось наверх но они пойдут пойдут и макушечные вот такие все это если все приживется она пойдет развиваться потому что они в любом случае выше чем вот эти что на низу вот ну еще еще с парочку покажу в общем здесь главное не упускать то есть если начали резать то что-то удалить лишнее дать возможность развиться прививкам чем надо их регулировать и не запускать как я мне много запущенных вот сейчас пока еще парочку покажу вот здесь я почти упустил дерево в общем была только одна ветка а черенков у меня было мало то есть фактически вот на конкретно на этом дереве только один черенок был привит это вот эта ветка вот эта а вся остальная часть была дикая и она практически обогнала так что вот эта ветка почти перестала расти она уже плодоносила это сорт ника хороший такой сорт конической формы почти круглые игрушки и очень необычный цвет у листьев вот ранней весной когда только распускаются листья белесые такие как у груш лохолистной вот но я потом подхватил спустя много лет это дерево обрезал все-таки центральная вот это еще дикие но я их сдерживал обрезал прищипывал чтоб они не росли вот эти короткие приросты это после прищипки вот и вот здесь как бы диаметр еще не очень большой вот тут тоже сильно мне не получилось загнуть в правильном то есть пенечек есть но он не такой большой я думаю он зарастет со временем потому что изначально ветка была около 3-4 сантиметра это вот идеально идеальный вариант пока она еще не слишком толстая вот эту ветку я загнул но поломал вот видно она уже была не гибкая и в один момент когда гнул произошел надлом вот она выжила и там зарастет этот надломчик здесь самое интересное я здесь скомбинировал опять же и окулировку почкой и прививку черенком вот эта почка привитая вот из почки отходит а вот это черенок вращеп рядышком вот они прекрасно вместе развиваются вот вот это все уже культурная груша ника вот попробую с той стороны если получится здесь два черенка в один расщеп ну какая толстая ветка неужели я но она наверное была потоньше когда я это делал в общем два черенка в один расщеп и вот раз два три четыре ствола сразу пошло смотрите когда двумя черенками прививаешь сразу четыре ствола и вот они так красивенько срослись между собой красота как единое целое как будто вот мутовка у сосны вот так в стороны растут почки ветки мутовчатость и вот здесь как будто из одной почки хотя это вставлены были черенки с той стороны зайду покажу так что плодушки не отломить аккуратненько вот два черенка с этой стороны между ними трещинка еще еще не заросла вот эта трещинка стык вот а здесь вот две окулировки вот почка щиточек был в т-образный разрез и вот и они в принципе параллельно развиваются с вот этими макушечными черенка привитыми черенками то есть они друг друга в принципе дополняют ходят споры среди садоводов что лучше окулировка или копулировка или прививка черенком так вот прививайте и тем и тем экспериментируйте принципе это это хорошо при окулировке расход минимальный из одной почки одна ветка если сто процентов приживаемость а при черенках если их у вас мало получается больше расход у меня до удавалось привить даже коротенькие такие череночки с одной двумя почками удержать правда неудобно в руке затачивать клинышек там или косой срез в принципе в среднем я 3-4 почки беру вот что хотел показать и вот тоже видите вот эта ветка это окулировка а сверху вон черенок ставлен черенком все прекрасно растет но вот этот пенечек тоже оказался между двух думаю со временем зарастет некритично вот здесь яблоня отпилил потому что она с севера растет это груша с юга но вот эта крона дикой яблони налазит налазила сюда не давала развития и из-за этого бы крона начала клониться в ту сторону как бы убегая от соседнего дерева я пока что вырезал вот здесь большую нишу чтобы она не мешала здесь вот дикую ветку укоротил чтобы вот эта прививочка вот зигзаг видно зигзаг это улучшенная копулировка чтобы простимулировать рост вот этих черенков а то они начали отставать а это ветка жирует вот две прививочки вот это и вот это чтобы они пошли развиваться ну кто-то скажет что крона густая получилось слишком много ну мне нужно размножить было сорт то есть я заказал один черенок по каталогу а теперь у меня смотрите сколько чем больше веток тем больше черенков ну как бы дерево тут само разберется какие-то ветки обгонят какие-то отстанут в развитии останутся в своей паре в принципе что-то сдерживать вот эти дикушек не давать им сильно расти и больше я уже не упущу то есть вот это дерево я исправил ошибку вот дикая ветка я их прищипываю не даю развиваться всю энергию направляя сюда в центр как бы в основную крону а с той ветки я уже плоды получаю ну та ветка лет семь назад восемь была привита а вот это года три назад в общем такой обзорчик 35 минут получилось у меня есть еще что показать но не хочу слишком длинное видео в общем кому понравилось берите на заметку вот эти пенечки они не нужны там дупло будет в общем это можно исправить но надо планировать это на начальном этапе когда срезаете что потом загнуть ну ладно всем удачи всем пока